МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из фермы в больницу, на автостанцию и ярмарку глава Чувашии посетил Вурнарский район и вновь с тотальной проверкой. Автобус-тройница перрон останется. Соблюдают ли на вокзалах Республики расписание и из-за чего могут отмениться рейсы? Вместо холста трансформаторная будка. Кто превращает обычные дворы в картинные галереи? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полным ходом идут рабочие поездки главы Республики по районам Чувашии. На этот раз Михаил Игнатьев отправился в Вурнарский район. Подробности в нашем сюжете. Приехав в райцентр, глава Чувашии попал на ярмарку выходного дня, которая неизменно проводится в конце недели. Многолетняя традиция пришлась жителям по душе. Всегда есть возможность запастись продукцией, не отходя далеко от дома и по низким ценам. Вот только, как выяснилось, на полках нет ни Чувашской воды, в малых тарах, ни родного вурнарского хлеба. Шумилинский хлеб-завод. Оттуда привозят, да? Да, каждый утром. Нет, не свежий. Вот там более с утра, четыре часа выезжают. Это в дневной давности. Сегодняшнюю дату производства. Они поставят. Вот вы им тоже так же скажите, что это такое. Вы же не принимаете у них. Вы каждый день. А вы не принимаете у них. А продажа арбузов и дынь оказалась нарушением закона о защите прав потребителей, поскольку на эту продукцию не было документов. Следите за всеми этими вещами, Герактан. Вы же знаете всю технологию, как все должно быть. И здесь работаете, все точки зрения должны наводить элементарно в простой порядок. Кроме того, Михаил Игнатьев проверил ход ремонтных работ в Урнарской центральной республиканской больнице. Узнал, как готовятся к первому сентября учителя, дети и их родители в средней общеобразовательной школе номер один имени Никифорова и побывал на открытии тренировочного катка. На этот объект мы выделили 135 миллионов рублей с одной единственной целью, чтобы дети закаливали себя, вырабатывали свой характер. Наши ветераны от состояния своего здоровья тоже могли сюда приходить, играть и в хоккей, и кататься на льду. В завершении рабочей поездки глава Чувашии провел совещание по вопросам социально-экономического развития в Урнарского района. Подробнее об этом в следующем выпуске программы «Республика». Юлия Важенина, Светлана Зайцева, Сергей Рябчиков. «Республика». Глава Чувашии осмотрел и новый корпус от корма молодняка в Урнарского мясокомбината. Разговор закономерно зашел о запрете на ввоз в Россию ряда иностранных продуктов. Такой продовольственной блокадой страна ответила на санкции Запада. Приняты волевые решения президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации об ограничении ввоза отдельных видов продукции. Это мясо, всех видов практически молоко и молочная продукция, сельскохозяйственная продукция, овощи. Дает дополнительные возможности для наших сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ибо федеральные сетевые магазины, которые к нам пришли, они завозили импортную продукцию, и нашим терпелям очень сложно было продвигать свои продукции. А сегодняшний день благоприятная среда появляется для наших сельскохозяйственных производителей, для продвижения нашей экологически чистой, качественной продукции. Об этом мы не один год говорили. И вот наша теперь задача – воспользоваться этой благоприятной средой, создавая еще лучшие условия, чтобы наши сельскохозяйственные сельскохозяйственные производители, всех форм собственности, это и крупные сельскохозяйственные, это крестьянские федерации, и личные подсобные хозяйственные могли продавать вот эту продукцию. Такого же мнения придерживаются и сами сельскохозяйственные сельскохозяйственные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Плюс только в шансе, в возможности, в потенциале. Но если мы проспим это время, то, конечно, будет плохо. То есть нужны какие-то особые меры, нужна программа, чтобы поднять, так сказать, спящих, укрепить работающих и, в общем, подняться на более высокую ступень в сельхозпроизводстве. Накануне глава Чувашии два с половиной часа беседовал с журналистами республиканских СМИ. Он успел ответить на 32 вопроса, которые касались социально-экономического развития и политической ситуации. Руководитель региона также сообщил, что в Чувашии в ближайшее время примет еще несколько групп беженцев с Украины. Украинцы прибывают к своим близким родственникам. И число и количество их практически с каждым днем растет. Сегодня по принятому решению правительства Российской Федерации распоряжение было подписано буквально 4 августа. Распределены первые сотни миллионов рублей, там около 400 миллионов рублей. И мы попали в число 40 регионов Российской Федерации и получим 564 миллиона рублей. Вчера я соглашение подписал, сегодня уже соглашение Минрегионе Российской Федерации разрабатывается. Это с расчетом на те расходы социально-бытового устройства и питания. По 700 рублей на одного человека. И по факту, сколько людей у нас будет, все расчеты мы по истечении определенного периода представляем, там сроки обозначены, вот август у нас закончится, мы расчеты представляем, по факту нам будет выделять средства. В то же время мы сегодня проводим работу по трудоустройству. Первые десятки людей уже трудоустроились, кто по состоянию здоровья числится и является на самом деле трудосуществом на человека. И с этой точки зрения работодатели будут выплачивать соответствующие вознаграждения и уровень зарплаты за ту работу, где они будут работать. Поэтому наша задача, кроме того, что с бюджета им будем выплачивать, создавать условия для того, чтобы они вовремя трудоустроились, все сдерживающие факторы, чтобы мы вовремя снимали, и тем самым у них появляется такая возможность, как полноправного жителя Чувашской Республики, работать, жить на благо себе, на благо своих семей. Полную видеоверсию встречи Михаила Гнатьева с представителями СМИ Республики можно увидеть в эфире национального телевидения завтра, 9 августа в 10 утра и 11 августа в 3 часа дня. На национальном радио услышать пресс-конференцию вы сможете в субботу в 19.10 и в 21.30. На Таванрадио 9 августа в 17.05, в воскресенье 10 августа в 17.00. По какой причине автобус не едет к пассажирам и часто ли это происходит в республике? На срывы рейсов и несоблюдение водителями графика жители Чуваши неоднократно жаловались главе региона. Представители Министерства транспорта устроили внеплановую проверку на Чебоксарском автовокзале. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В салоне этого микроавтобуса, который следует в Республику Мариел, свободных мест практически не осталось. Вообще на Чебоксарском вокзале данный рейс считается одним из самых востребованных. Данный маршрут направляется по маршруту Чебоксар-Казмодемьянск. 11 пассажиров, все на месте, все присутствуют. Но автобус отправится в путь, даже если будет приобретен только один билет. Это не является основанием для отмены рейса. В непредвиденных случаях, когда автобус ломается, его может заменить и резервная машина. Она дежурит на вокзале круглые сутки. Вообще расписание здесь стараются соблюдать четко и отправляться от перронов строго по графику. Работу перевозчиков контролирует Минтранс и Республики. За срывы рейсов и опоздание автобусов их карают штрафами. Но если нарушения повторяются часто, возможно поставить вопросы о расторжении договора. На перевозчиков подают в суд. Нарушать расписание это очень невыгодно для перевозчиков. Договор между перевозчиком и автовокзалом предполагает определенные штрафные санкции. Ну допустим, срыв рейса будет стоить ему 1000 рублей. Опоздание автобуса будет стоить 500 рублей. Но все-таки в республике по разным причинам отменяется каждый десятый рейс. Зачастую это происходит из-за нелегальных перевозчиков. Недавно на них главе региона пожаловались жители Канаша. Михаил Игнатьев призвал разобраться в проблеме. Налоговая служба должна разобраться с этим. Потому что они сливки снимают, по всей этой схеме работают, налоги не платят. Нелегалы оккупировали и территорию столичных вокзалов. Они дежурят неподалеку от торговых центров и буквально заманивают пассажиров в свои машины. Порядка 100 машин стоят около магазина Перекресток. И порядка 100 машин стоят около супермаркета Ильена. И в принципе пассажир не доходит до автовокзала. Но нелегальным перевозчикам доверяют не все. Просто боюсь и все. На газели больше машина. Они медосмотрение проходят, некоторые даже бесправно ездят. Они не выдают билетов и страховки, но обещают только невысокие цены за поездки. Правда, порой они заканчиваются плачевно. Только в этом году по вине нелегалов в республике произошли три крупные аварии. Медриковалев, Антон Ловко, Евгений Анисимов. Республика. В России давно ведутся разговоры о легализации оружия. Считается, это должно помочь в борьбе с преступностью. Но проблемы могут возникнуть при его использовании неподготовленными людьми. Поэтому сотрудники МВД стараются ограничить его использование. Об этом рассказали на специальной пресс-конференции. По мнению сотрудников правоохранительных органов, важно, чтобы оружие не оказалось в случайных руках и было использовано только в рамках закона. Поэтому получить лицензию на покупку стало сложнее. Одно из условий – необходимо пройти курс обучения. Если раньше разрешение лицензии выдавалось после собеседования сотрудникам лицензионной расширительной работы, то в настоящее время у нас проходит обучение граждан. Без данного вида обучения гражданин не имеет права получить лицензию на право владения, ношения данным оружием. Соответственно, он проходит восьмичасовой курс, который определен Министерством образования. Согласованная данная программа с МВД после прохождения подготовки представляет нам данное свидетельство, проходит медицинскую комиссию. Изменился и возраст, когда можно купить оружие. Теперь приобрести оружие можно будет только с 21 года. Исключение составляют лишь военнослужащие. Со 2 августа вступил в силу закон, который предусматривает ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения. Ужесточение требований не единственный метод у сокращения случаев с неосторожным использованием средств самообороны. С этого года действует программа добровольной сдачи оружия и боеприпасов, которая предусматривает вознаграждение. Или гражданин, самостоятельно узнав, приходит в органы, он сдает данный вид оружия или боеприпасов. При этом он освобождается от уголовной ответственности за хранение данного вида оружия. Гражданину перечисляется та или иная сумма вознаграждения за сданное оружие и боеприпасы. В прошлом году граждане сдали 23 единицы оружия на территории республики. В этом году уже гражданами сдано 36 единиц оружия на возмездной основе. Новые положения закона ужесточают контроль за выдачей лицензии на оружие, а также снимают уголовную ответственность за сдачу органам полиции. Могут привести к тому, что в скором времени им смогут пользоваться только подготовленные, считает Владимир Луговских. А это исключит незаконное использование оружия и обеспечит безопасность людей. Сергей Адушкин, Николай Яковлев, Республика. Прошло ровно 100 лет с начала Первой мировой войны. Несмотря на то, что боевых действий на территории Чувашии не было, наши соотечественники не остались в стороне и защищали Родину наравне со всеми. Мужчины заняли позиции на фронте, а женщины в тылу. Мало кто знает, что на территории Чувашской республики были организованы лазареты для беженцев и военно-пленных. В здании Института усовершенствования врачей открылась выставка, посвященная чувашским медикам. Центральное место нашей экспозиции занимает макет военного лазарета времен Первой мировой войны, где вы можете видеть фотографию из фондов Алатарского крыльевического музея. Здесь же вы можете видеть макет «Сестры Милосердия» времен Первой мировой войны, макет пулемета «Максим» и ящик немецкого производства с медикаментами и снарядный ящик. Кроме того, интересным экспонатом нашей выставки является письма солдат времен Первой мировой войны, написанное на чувашском языке. Это действительно письма Аксентия Данилова, служившего на фронте. Кроме того, здесь представлены письма медицинских фетшеров. Помимо медицинских инструментов, лабораторного оборудования и одежды, в выставочном зале представлено нечто не менее ценное. На стендах с фотографиями описаны боевые подвиги чувашских медиков. На данной выставке мы подготовили материалы о медиках чувашии. То есть не только о врачах, но и о санитарах, санитарных инструкторов, «Сестрах Милосердия», которые не только в крайне экстремальных бояных условиях оказывали помощь больным и раненым, но и в Тулы тоже оказывали помощь эвакуированным солдатам. Григорий Алексеев посвятил жизнь изучению историю медицины чувашии. Поиск и отбор экспонатов для выставки – его заслуга. Труды директора музея уж точно не будут напрасными. После закрытия выставочные экспонаты обретут новую жизнь. Этот отдел является у нас как бы передвижным. Будем показывать не только в этом здании, а через некоторое время переводится в другое здание учебного заведения, а после этого еще будут курсировать по районам республики. Ни для кого не секрет, что Первая мировая война долгое время была на втором плане. Ее события недостаточно освещались в литературе и кинематографе. Посещение выставки о военных медиках – уникальная возможность окунуться в атмосферу времени, о котором нельзя забывать. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Серые трансформаторные будки в Чебоксарах превращаются в картинные галереи. Вот только пока местные художники украшают, чебоксары – хулиганы, успевают испортить их работы. Подробности в сюжете Марии Шоклевой. Во двор третьего дома по улице Пролетарской чебоксарцы теперь ходят как в музей. Местная достопримечательность – трансформаторная будка, с одной стороны которой красуется лесное озеро, а с другой – морской закат. Писать настоящие картины художнику-граффити Николаю нравится намного больше, чем загадочные слова. В основном это натуральные какие-то пейзажи, животные, животные миры. Ну, все, что касается натурального, как бы природы, это самое есть, что ни на есть красивое, то, что есть вообще на земле. Поэтому хочется привносить именно не что-то слишком выдуманное. Я стараюсь не портить, а привносить как бы что-то новое в стены, убирать серость, убирать где-то грязь. Николай расписывает стены уже более 10 лет. Эта социальная работа, призывающая остановить пьянство, появилась на улице Кадыково год назад. За это время местные хулиганы успели подпортить картину. Вот и приходится наводить порядок. Хорошо, что одна краска легко перекрывает другую. Кстати, цветов в палитре 251, поэтому картины получаются очень естественные. Ну вот в Чебоксарах пока такой именно конкретной школы граффити или стрит-арта нету. Но у меня в планах есть вообще на будущее открыть свою школу, чтобы набрать группу. И также было потом на будущее подмастерье. Один я могу не успевать. И, в принципе, если на будущее город нам выделит большую стену, мы бы смогли большой командой сделать большую стену. Рабочий день Николай проводит в офисе. Занимается дизайном интерьеров. На творчество остаются выходные, вечера и даже ночи. Часто художник работает за спасибо. Просто очень хочется, чтобы прекрасного вокруг было больше. Через 5-6 часов угол этой комнаты в 201 детском саду превратится в перекресток с машинами и пешеходами. Утром малыши уже смогут изучать здесь правила дорожного движения. Когда рисую, ухожу весь в рисунок. И ни холода не чувствую, ни запах краски. Я стена, и я все, больше нет никого. Главное рисунок сделать. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. 9 августа в Чувашии пройдет День здоровья и спорта. Он приурочен к празднованию Всероссийского дня физкультурника. В субботу все республиканские и муниципальные физкультурно-спортивные комплексы, детско-юношеские спортивные школы, крытые ледовые катки и спортзалы образовательных учреждений будут принимать желающих укрепить здоровье бесплатно. Это все новости, которые мы успели вам сегодня рассказать. Я с вами прощаюсь. До встречи. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин